Акционеры против, но их мнение уже ничего не изменит. Русагра переезжает в Россию и процесс этот может занять до полугода. Что будет с бумагами? Могут ли возникать долгие судебные споры? И что делать инвестору? Сегодня у нас необычный выпуск, посвященный одной компании. Меня зовут Олег Тинпенкальская, вместе с Алексеем Тоболиным. Мы экспертами будем разбирать, анализировать бизнес и перспективы Русагра. И обращаюсь к вам, нашим зрителям. Напишите, пожалуйста, в нашем чат-боте. Нравится ли вам такой формат, моно-выпуск, посвященный одному эмитенту? Хотели бы вы разбор других компаний? Каких? Пишите. И держите ли вы Русагра? Очень интересно ваше мнение. Пишите все это в чат-бот. Попасть в него можно из нашего телеграм-канала «Сам ты инвестор». Либо пройдя по QR-коду, который вы сейчас видите на своих экранах. Леш, прежде чем мы уже окончательно перейдем и будем говорить про Русагра, про главного героя нашего с тобой сегодняшнего дня. Кто еще сегодня на повестке у нас? Да, есть немножко новостей. Во-первых, у нас собрание акционеров Ашинского медзавода по вопросу о дивидендах. Собственно, последнее ралли в акциях с этим и было связано. Также ожидаем отчет за первые полугодия Solid Core Resources. И у нас заседание ЕЦБ по процентной ставке. Ставки у нас на повестке не только российского ЦБ на этой неделе. С нами в студии Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком Траст». Олег, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Спасибо, что пришли. Расскажу вам, зрителям, почему мы вообще решили поговорить про Русагра. Она в центре новостной повестки на этой неделе. Напомню, как история развивалась. У нас в июле этого года Русагра была включена в список экономически значимых организаций. Это дает право, статус, возможность перевести в российскую юрисдикцию те компании, которые принадлежат иностранным инвесторам. Инвесторам из недружественных стран в том числе. Далее Минцельхоз подал иск о принудительной редмицелляции. В августе это произошло. В сентябре арбитражный суд Москвы удовлетворил этот иск. И в то же самое время, как-то неожиданно, как мне показалось, на этой неделе собрались акционеры кипрской Русагры. У нас Русагра зарегистрирована на Кипре. И приняли решение о неодобрении переезда. После этого, кстати, бумаги Русагра резко пошли вниз. Хотя до этого, в принципе, держались по сравнению с остальным рынком неплохо. Как вам кажется, Олег, вообще интересна эта история? Для вас было неожиданностью такое решение акционеров? Если честно, да. Потому что все предыдущие случаи, когда компании приобретали статус экономически значимых, предполагалось, что в этом случае принудительная редмицелляция. А я напомню, что тут неразрывная связь между статусом экономически значимой организации и фактом недобровольной, а именно принудительной редмицелляции. Как правило, вселяло оптимизм и уверенность в инвесторов, хотя бы в отношении того, что они могут надеяться на получение дивидендов. И опыт предыдущих эмитентов, которые это уже делал, в частности, такие компании, например, как MD Medical Group, бренд «Мать и Дитя», планируемая в скором времени редмицелляция «Х5», там тоже сейчас идут разговоры об этом, «Яндекс», да, все это, и, кстати, пример «Яндекса» довольно тут показательный, когда впервые компания все-таки решила заплатить дивиденды, все это тоже на акционеров «Русагра» накладывало такой позитивный отпечаток. И тут вдруг как гром среди бела дня, что называется, решение акционеров. Почему это возможно? На мой взгляд, я лично для себя тут два варианта предполагаю. Первое – это возможное наличие среди акционеров, бенефициаров «Русагра» людей с двойным гражданством, не только российским, но и кипрским. И второе – это просто вопрос экономической целесообразности на данном этапе, поскольку мы понимаем, что процесс редмицелляции для компании масштаба «Русагра» это все-таки процесс достаточно затратный по времени. И мы видим, что «Х5» довольно долго ведет подготовку. До сих пор торги у нас приостановлены. И «Русагра» говорили, что приезд потенциально может занять до полугода. Именно так. «Х5» про это изначально, еще перед тем, как начиналась редмицелляция, тоже говорил. И я подозреваю, что, наверное, какая-то из этих причин могла стать тем поводом для того решения, которое мы увидели. Но, если честно, еще раз повторюсь, довольно неожиданная история. Мы это подробно, кстати, обсудим чуть позже с юристом. А пока вы уже, Олег, заговорили и о масштабах «Русагра», и об акционерах. Вот подробнее расскажу об этих двух аспектах. И, в принципе, о том, чтобы понимать, из чего бизнес «Русагра» вырос. Компания была основана в 1995 году Вадимом Машковичем. Он позже, кстати, с 2006 по 2014 год, занимал пост сенатора от Белгородской области. И входил в список самых состоятельных российских чиновников, по версии «Форбс». Но в 1995 году до этого было еще далеко. 28-летний Машкович тогда начал заниматься импортом сахара в Россию. Основал компанию «Шугартрейдинг», из которой позже и вырос «Холдинг Русагра». Так, уже в 1997 году Машкович покупает свой первый сахарный завод в Оржеве. Сейчас семье Вадима Машковича принадлежит, по данным «Интерфакса», около 49% акций «Русагра». Еще 8% у бывшего гендиректора компании Максима Басова. Что еще с остальными бумагами, да и в целом насчет этих долей тоже нету ясности, компания данные не раскрывает, хотя мы накануне отдельно у нее это запрашивали. Эти доли не совсем точны, вроде бы еще около 20% это фрифлоут. Итак, бизнес «Русагра» начался с сахарного бизнеса. Потом компания начала развивать сельхознаправление, то есть выращивать сахарную свеклу, зерновые. Сейчас у компании «Большой земельный банк» 700 тысяч гектаров. Позже, в 2003-м «Русагра» приобретает свой первый актив по производству масложировой продукции, то есть уже третий сегмент бизнеса появляется. И в 2008-м открывает производство мясной продукции. Таким образом, после расширения у «Русагра» четыре основных направления бизнеса. Если смотреть на структуру выручки, по самым последним данным, по отчету за второй квартал, то основную часть дает масложировой сегмент. Это производство маргарина, подсолнечного масла, кетчупов, сыров и даже мыла, ну а также промышленных жиров. Отмечу, что в 2023 году у «Русагра» была крупная сделка. Компания приобрела 50% акций НМЖК, это Нижегородский масложировой комбинат, упрочила свои позиции на рынке, вот в том числе в этом сегменте. На втором месте в структуре выручки мясной бизнес. Ну и, кстати, у «Русагра» большие планы на поставки свинины в Китай. Экспорт уже начался. И в компании отмечают, что китайский рынок является премиальным. С точки зрения цен они там на 30-40% выше внутрироссийских. Ну и в целом, кстати, «Русагра» активно продает свою продукцию на экспорт в десятки стран мира, как это было написано в отчете с 2020 год, примерно 60 стран мира. И причем идет экспорт по всем четырем вот этим сегментам бизнеса. Также у «Русагра» есть несколько зарубежных трейдерских дочек, например, «Росагра Чайна», а также подобные дочки компаний в Гонконге и Арабских Эмиратах. В целом такая структура у «Русагра» довольно сложная, состоящая из множества-множества дочерних компаний. В России «Русагра» занимает первое место по производству подсолнечного масла и маргарина, второе по производству сахара и промышленных жиров, и третье в сегменте свинины. Как мы уже говорили, «Русагра» зарегистрирована на Кипре. В апреле 2011 года она провела первичное размещение глобальных депозитарных расписок, не акций, на лондонской фондовой бирже. Через три года, в 2014 году, расписки были допущены к торгам на Мосбирже. В 2022 году торги в Лондоне были приостановлены, и «Русагра» разместила расписки в Казахстане, на бирже «Астана Интернешнл Эксченж». Но торги там, как пишут аналитики, идут довольно слабо. Ну и, кстати, одна акция «Русагра» равна пяти глобальным депозитарным распискам. Вкратце, таким образом, мы составили свое представление о бизнесе компании, о новостном фоне, о сейчас вот этом идущем процессе, запущенном процессе редометеляции. И в связи с этим широко обсуждается, что будет дальше с бумагами «Русагра». Давайте послушаем мнение экспертов, которых мы опросили. Финансовые показатели «Русагра» были достаточно слабые в первом и втором квартале. Компания обещает некоторое ускорение в третьем и четвертом квартале. Но, наверное, в любом случае после переезда будет некоторый навес. Поэтому я бы присматривался к «Русагру» уже после переезда и после того, как те, кто хотел продать, продадут ее. На мой взгляд, компания имеет долгосрочные драйверы роста. «Русагра» стабильно наращивает выручку в последние годы, причем двузначными темпами, опережая инфляция. Имеет высокую рентабельность в районе 20% по EBITDA. И стоит отметить низкую долговую нагрузку и в целом низкую зависимость от процентных ставок за счет субсидий. Я не вижу особой турбулентности в отношении компаний. Последний отчет оказался хуже ожиданий рынка. Заметно сократилась операционная рентабельность. Но это связано как с сезонными, так и с несезонными факторами в двух сегментах. И как следствие снизилась чистая прибыль. Но я не исключаю, что отставание удастся навестать во втором полугодии на фоне роста выручки на 30%. Олег, мы с вами тоже пообщались до эфира. Сказали, что у вас тоже позитивный взгляд на РусАгро. Но действительно, когда разбираешь бизнес, скажете, что такой вообще продуктовый гигант, много сегментов, лидирующие позиции, экспорт. Какие тогда выделим, чтобы добавить как-то вообще немножко здравого смысла? Какие факторы риска вообще есть на РусАгро? На самом деле, я вот сейчас, когда слушал вашу речь про компанию, у меня в голове довольно четко факторы риска вырисовываются. Я бы, наверное, не разделял продовольственную составляющую, продуктовую составляющую, диверсифицированный портфель компаний. Мы видим тут и мясной сегмент, и масложировой сегмент, и сахарный сегмент. И вроде бы так все довольно прекрасно и сладко звучит. Диверсифицированность продукции, выход на другие рынки, там рентабельность появится, да, высокая. А с другой стороны, мы видим, что с точки зрения транспарентности и публичности, ну, это такой старт большого долгого пути. Я надеюсь, что акционеры компании все-таки понимают, что при таком масштабе бизнеса, если компания все-таки приняла решение, а она приняла решение стать публичной, ну, во-первых, для начала надо бы хотя бы сделать более понятной информацию о структуре собственности. Потому что вроде бы фрифлот там один по оценкам одних аналитиков, по оценкам других он другой. Не очень понятно, кто до конца владеет компанией. И, кстати говоря, отсюда мы перебрасываем мостик на то решение, которое мы с вами обсуждали в начале выпуска. Потому что вполне подозреваю, что возможно, что та часть акционерного капитала, которая, ну, скажем так, скрыта туманом от нас, как простых инвесторов и пользователей, она во многом в руках тех акционеров, которые как раз голосовали и проголосовали против. Вот у меня в голове не очень сочетаются эти две вещи. Хорошо, непрозрачность. Еще есть какие-то вообще фундаментальные риски? Конечно. Второй фундаментальный риск – это как раз риск трансграничных платежей. Поскольку компания активно выходит на другие рынки, да, вроде бы, там, УАЭ – это для нас дружественная юрисдикция, и даже юрисдикция, которая в составе БРИКС, но при этом мы прекрасно понимаем, что банки в этих юрисдикциях вполне могут опасаться попасть под вторичные санкции. И закрывать корсчета российским контрагентам они также могут довольно быстро. И в этом смысле масштабные амбициозные планы по выходу на международный рынок – это вещь, которая сопряжена стран с граничным риском. Это важная вещь, и надо ее просто не забывать. Кому? Акционерам, которые присматриваются бумагам Росагра. Леша, знаю, что у тебя тоже есть свои ценные замечания по поводу, в целом, имитента, позиций на рынке. Расскажи, Сабр. Ну, я за Росагра слежу с 2017 года. Это имитент давно в поле зрения всех аналитиков, потому что это была основная ставка на сельское хозяйство. Почему вообще очень длительное время было интересно Росагра ранее? Это, как ты отметила свинокомплекс, как раз-таки на Дальнем Востоке, и его ставка на экспорт, которую я отметил, Олег. Долгое время его не могли запустить, но уже недавно он запущен. И даже по прогнозам компании в этом году она продаст в Китае где-то 10 тысяч тонн свинины. Ну, она уже поставляет и в другие регионы Азии. Почему это, в принципе, важный интерес? Потому что там повышенная маржинальность. Если у нас в России за ценами на продукцию активно следит ФАС и некоторые другие регулирующие органы, то на международном рынке больше маржинальность. Можно продавать дороже продукцию, но и зарабатывать больше. Что, по крайней мере, мне нравится в Росагре, это как раз-таки ее высокая диверсификация, которую уже вы отметили. Это и от сахара, масла, свинины и все такое. Притом, у компании во всех этих секторах практически всегда хорошо. Это вот в последнем отчете у нас по свекле есть проблемы и с сахару. Но, в принципе, она достаточно хорошо развивается во всех секторах. Где-то она больше, например, в свинину ударялась, где-то она меньше, как и покупка НМЖК. Но все время был какой-то динамичный рост в показателях даже физических. Притом, отмечу, что компания, само собой, имеет много конкурентов. Потому как, конечно, у тебя много сегментов, много и конкурентов. И можно отметить просто в каждом, например, в свинине, это та же Черкизова. Публичная компания. Да, и если пройти по каждому такому сегменту, найдется конкурент. Либо он находится послабее часто, или тоже сильный, но конкуренция сильная у компании. Но во всех сегментах присутствия, как я повторю, у Росагра достаточно серьезные позиции. Притом, она укрепляет. Покупая, например, новые марки, майонезы и прочие продукты. Да, экспансия у Росагра довольно активная. В отличие от тех же Черкизовой и прочих публичных компаний, которые у нас есть, Черкизова, она сфокусирована на мясе. Это важно, потому что, если мы хотим сделать ставку на сельское хозяйство, то Черкизова – это прям узкая прослойка. Так же, как и инарктика. Обе эти компании очень хороши в своих сегментах, но это узкие достаточно сегменты. Но риски, при том, у Росагра есть, которые и за пределами одного сегмента. То есть, например, падеж скота, пандемии, плохой вот как раз и со свеклой была проблема. И также есть проблемы, например, точнее, риски с отменой льгот. Ведь мы не отметили раньше то, что Росагра, как и все сельское хозяйство, сидит на льготных кредитах на поддержке от государства. И это очень серьезный риск, который в конце августа был озвучен, что, возможно, государство захочет снизить льготы. И это сильно меняет оценку всей компании. Но для себя отмечу напоследок то, что как раз-таки почему мне интересна компания. Это вот ставка на экспорт и при том сельское хозяйство. Это очень редкая вещь. Олег, мы уже вкратце разобрали даже финансовые показатели. Что думаете по поводу чистого долга, который на конец 2023 года составляет около 66 миллиардов рублей? Насколько это критично для компании, опять-таки, с учетом высоких ставок? Ну, я бы сказал, наверное, две вещи. Первое. Надо посмотреть на динамику чистого долга Русагора не в статическом, а в динамическом выражении. Мы видим, что этот долг довольно волатилен, как ни странно. То есть объемы долга меняются от периода к периоду, причем довольно сильно, на десятки процентов. Это говорит, что компания достаточно гибко управляет своим долгом. И я бы не акцентировал внимание именно на текущем объеме долга, потому что вообще сельскохозяйственный бизнес – это, в принципе, бизнес априори достаточно волатильный и по причине сезонности. Долг, да, фактор. Да, и по причине довольно большой гибкости в управлении. И второй важный момент, о котором я тоже хотел бы сказать, и здесь как раз коллега абсолютно прав в отношении льгот. Это важная вещь, потому что, когда мы говорим о долговой нагрузке, мы должны прекрасно понимать, что компания должна изыскивать дополнительные средства, либо из нераспределенной прибыли, либо из свободного денежного потока, чтобы этот долг обслуживать. А здесь как раз наличие или отсутствие льгот очень сильно влияет на этот поток. Да, ну, кстати, у нас, в принципе, государство транслировало поддержку, в том числе и экспорта АПК. А вот подробнее, кстати, юридические моменты редмицелляции обсудим с нашим гостем. К нам присоединяется на прямую связь со студией Михаил Малиновский, основатель и партнер ЛЕКАП. Михаил, приветствую вас. Доброе утро. Спасибо, что позвали. Смотрите, вот это вот решение акционеров. Правильно я понимаю, что отрицательное решение акционеров по переезду в Россию, никакого, в принципе, влияния на финальный переезд не окажет, компания все равно редмицеллируется? Да, кстати, мы не знаем до конца, голосовали ли они против или просто директора не приняли голоса. Это к вопросу о структуре акционеров. Компания, безусловно, прекрасная с точки зрения ее позиции на рынке, но действительно компания холдинговая, кипрская, просто могла не принять некоторые голоса, поэтому решение было не принято. В чем, в общем-то, отличие такой принудительной редмицелляции от редмицелляции по решению компании, в том, что реестр не обязательно переедет один к одному. То есть вопрос о том, насколько иностранные инвесторы, они имеют право заявиться, причем их заявление будет рассмотрено, и они могут как переехать, так и не переехать. Поэтому, по сути, сейчас... Если он не переедет один к одному, это вот инвестору, как это понять, держателю? Что это значит? Если российский держатель держит бумагу в НРД, и у него есть депозитарная расписка, ему волноваться не о чем, он точно получит акцию российского ПАО. Если у нас есть недружественный фонд, который, например, компанию держит, то он имеет право заявиться, а дальше уже начнется рассмотрение компании, насколько ему имеет смысл, насколько он правомочен или неправомочен получить российские акции. И, как мы видим, по некоторым целым ряду компаний иностранные инвесторы не заявляются. То есть, по сути, в этом случае, помимо всего прочего, помимо показателей компании, тут еще и российские акционеры или те, кто получат дружественные, получат акции российского ПАО, они, по сути, еще каким-то способом участвуют в возможном незаявлении иностранных недружественных инвесторов. То есть, юридически этот пакет, который не заявлен, что с ним юридически может произойти? Юридически он не заявленный, по сути, он не переезжает, он остается в PLC, у них останется пустая бумага, депозитарная расписка на акции PLC, у которых, в конечном счете, не останется активов. А те, кто заявится, но не получат акции, например, недружественные, то в этом случае PLC, который, архиповский PLC, имеет право заявиться на компенсацию. Порядок расчета компенсации будет связан именно с размером заявленных, но не полученных акций. Размер стоимости утвержден, как рассчитывается правительством. Михаил, последний вопрос, чтобы понять, вот это вот решение, все-таки решение акционеров официальное, о несогласии с переездом, оно дает какую-то лазейку для возможных судебных споров. И есть ли вообще шанс, что эти судебные споры как-то вообще затянут весь процесс и негативно скажутся на инвесторах? Конечно, если какой-то инвестор в конечном счете захочет защищаться за рубежом, если он посчитает, что таким образом российский закон нарушил его право бенефициарное на российские активы Росагра, то, конечно, возможность судебных споров всегда есть. Спасибо большое, Михаил. С нами на связи был Михаил Малинов. Спасибо вам. Хорошего дня. У нас, к сожалению, тема интересная, остается уже мало времени, чтобы подвести итог. Олег, а какой у вас таргет, если у вас есть вью по бумаге, что делать инвесторам, брать, не брать, раз она такая прекрасная, как мы тут все обсудили? Ну, по поводу прекрасной, это неоднозначная история, вот мы только что выясняли. Я бы сказал так, что от текущих уровней на ближайший год календарный наш потенциал роста порядка 15-20% к текущим уровням. А то есть сейчас текущий уровень 1160? Да, вот где-то примерно в районе 1250-1270, где-то в конце года мы ожидаем по бумаге. И, опять же, если будет позитивно решен вопрос среды мицелляции, я, честно говоря, не думаю, что там будет существенно большой навес продаж, потому что, в отличие от тех компаний того же Яндекса, где об этом было объявлено гораздо позже... Заранее, да, тут такого нет. Спасибо большое, Олег. У нас в студии был Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвестиционной компании РИКОМТРАСТ. Обсуждали мы РусАгро.